И начнем с такого. Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР. В Белом доме сделали такое заявление. По их информации, запускали ракеты 30 декабря, одну выпустили, еще несколько таких ракет выпустили 2 января по территории Украины. Как вы считаете, позволит ли Запад наносить удары по территории России именно западным оружием? Можем ли мы предполагать, что именно такая реакция последует на данную информацию от Запада или нет? Вот то, что происходит сегодня на многострадальной украинской земле, это было предполагаемо. Тут ничего удивительного нет, лично для меня. Почему-то, потому что, к сожалению, вот эти задержки в оказании помощи Украине в обеспечении наступательных видов вооружений, тех же атакамсов большого радиуса действия хотят. Вы знаете, многие сейчас пишут мне, Борис, вот ты обещал, а где вот эти атакамсы радиусом действия 300 и более километров? Их до сих пор нет, чему же верить? А я вам скажу, Байден должен был обеспечить атакамсами 300 и более километров еще в прошлом году. Почему? Да потому что Конгресс на двухпартийной основе вынес решение, обязал Байдена дать эти ракеты. Он обещал и не выполнил. А я, вот основываясь на решении Конгресса и на обещаниях Байдена, выхожу в эфир и говорю, все, ребята, если еще не поступили, то они в пути. Более того, и у меня есть из достоверных источников информация, что атакамсы, ну, я не хочу сказать, что в нужном количестве, и тем не менее, несколько десятков, а их должно быть сегодня тысячи, уже на территории Украины, уже, говорят, пользуются. Но я, вот, ну, результатов пока не слышно, не видно. В этом вся проблема. И речь, я подчеркиваю, речь идет об атакамсах радиусом действия 300, 500 и более километров. Атакамсы меньшим радиусом действия для хаймерсов, они поступали. И до сих пор еще есть, видимо, но их тоже не в достаточном количестве. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Какая будет реакция Запада на то, что Россия сегодня уже атакует южнокорейскими ракетами? Так, слушайте, у Путина оправдание. Он говорит, раз Запад помогает Украине пользоваться западными ракетами, а почему мне нельзя пользоваться ракетами моих друзей? Он ссылается на Иран, ссылается на Северную Корею. Так, подождите, господа, давайте будем смотреть в корень этой проблемы. Первое. Я не хочу унижать корейцев, я вам прямо скажу. Умный народ, талантливый, и тем не менее, они не додумаются до этих ракет. Эти ракеты из Китая, сто процентов. Да и китайцы не блещут большим умом. Многое скопировано на Западе, друзья мои. Ну, оставим пока то, что ворует Китай на Западе в стороне. Но ведь зло сегодня мировое еще и в том, что Россию подпитывает ведь не только Северная Корея, но и Иран. Иран продолжает наращивать, обеспечивать Россию, во-первых, этими беспилотниками, шахидами. Это раз. Уже есть, по данным разведки, и британской, и американской, что Иран уже поставляет даже свои баллистические ракеты. Таким образом, не только Северная Корея, но и Иран наращивает обеспечение России вот этим видом вооружений. А Запад молчит. Запад только ограничивается осуждением. Санкции, видите ли, да плевать они хотели на наши санкции. Уже у меня, у американцев уже оскомено от этих слов. Но сколько можно трепаться этими словами санкции? Они не работают. Не работают в той мере, в какой нужно сегодня. Они должны были работать еще год назад. Этого нет. Поэтому вы посмотрите, слава богу, вот сегодня уже, несмотря на то, что вот Нижняя Сенат приступает к работе официально в понедельник будущий, а Нижняя Палата приступает официально к работе во вторник следующей недели. И тем не менее, эксперты не уходили на каникулы. Я имею в виду из каждых ведущих комитетов и Сената, и Нижней Палаты. Они продолжали работать. Поэтому сегодня уже много разговоров о том, что делать. Пора кончать эту пустую болтовню. Давно надо пора Украине давать то, в чем Украина нуждается. Причем не ограничивая Украину, не тупыми разговорами, не эскалируйте, не сталкивайте лбами две наши великие, в смысле, державы, ядерные державы, Россию и Америку, видите ли. Это уже надоело. Давно пора давать Украине то, в чем она нуждается. И тысячу раз спасибо великому генералу Залужному, который постоянно говорит, что нужно, в каком количестве, честно говорит. И поэтому пусть отсохнет язык любого, кто его осуждает. Он настоящий патриот Украины сегодня. И причем с мировым именем. Его сегодня, вы не представляете, как он популярен у нас в Америке, среди известных авторитетов. Понимаете, да, и вот я говорил и повторю еще раз, у нас в Агайо создан центр по обмену опытом между нашими специалистами и украинскими. Сегодня в Агайо мы, американцы, учатся у украинцев, как воевать в современных условиях, именно в европейских, в этих крупных городах, чего не было у американцев с временем Второй мировой войны. Именно Украина сегодня учит наших, как надо вести войну. Вы поймите правильно, многие говорят, да вот ты, Борис, преуменьшаешь роль Америки. Нет, я не преуменьшаю ничуть. Во-первых, Америка защищает себя. И очень правильно говорят те эксперты, которые говорят, что мы инвестируем в нашу же безопасность, оказывая помощь Украине. Вот это очень важно. Ведь сегодня вот эта линия фронта Украина-Израиль, это единая линия фронта. Это левый фланг, это Украина, правый фланг Израиль. Именно они сегодня защищают нас. Именно они защищают западную цивилизацию. Поэтому стыдно, стыдно и позорно видеть, как каждый день долбают по Киеву, по Одессе, по Харькову, другим городам. На наших глазах умирают люди. А мы все еще занимаемся демагогией. В этом вся проблема. И вот смотрите, сегодня в момент, когда у нас начинаются предвыборные баталии внутри республиканской партии, а это очень важно, почему уже нет никакого сомнения, что президентом будет республиканец. В этом очень много, 90 с лишним процентов, что будет республиканец. Так вот, все взоры обращены на республиканцев. Кто что скажет, какова его платформа. И вот на фоне всех этих явных фаворитов, там и Трамп, там Десантис, там Микки Хелли, там Крис Кристи, допустим. Я не говорю об этом балбесе, хотя и способном Ромас Фани. Самая яркая личность это Микки Хелли. Умница большая. Она подходит по-государственному, говоря о том, какой бы она хотела видеть президента Америки. Особенно подчеркивая, что сегодня мы, помогая Украине и Израилю, мы обеспечим свою безопасность. Вот это очень важно. Поэтому я возвращаюсь к тому, что происходит сегодня в Украине, когда Путин уже не брезгует ничем, стреляет всем, что у него под рукой. И как попрошайка ходит по миру, выпрашивает все, что ему нужно. Это говорит о том, что сегодня пора выбросить Байдену все эти оговорки. Дать Украине все то, что она хочет и дать не ограничивать ее, не запрещать ей стрелять по тем местам, откуда идут атаки на Украину. Из Москвы бить по Москве, из Владивостока бить по Владивостоку, из Белгорода бить по Белгороду. Везде око за око, зуб за зуб. Причем Украина имеет право за одно око бить три, пять раз больше. Понимаете, вот так должно быть. Поэтому, да, вы понимаете, Украина не наступала, Украина не ступила одной ногой своей на чужую территорию. Она имеет полное право защищать свою землю. Поэтому сегодня вот я возвращаюсь к нашим дебатам, которые вот к первичным выборам, которые будут идти вот 15-го в Агайо, очень важные, очень важные, где фаворитом является Трамп, а потом еще Нью-Хемпшир идет после этого. Я вам хочу сказать, что мы тоже не сидим без дела, пытаемся всеми доступными средствами, мало того, и мейлы, и там почты, и так далее. Так мы же еще работаем с донорами. Мы объясняем очень много доноров, миллионеров, которые плохо знают об Украине. Окей, денег много, а вот Кургазора маловато. Так мы пытаемся им объяснить. Они соглашаются с нами, многое узнают впервые. Я не говорю о том, что мы сами в силу наших возможностей финансовых тоже помогаем. Именно тех кандидатов, которые отвечают нашим требованиям. Это Украина и Израиль одна связка. А если их вот еще пошире смотреть, это наши страны, родные. Это те, кто сегодня спасает жизни американцев. Вот это очень важно. Мы говорим о том, что они сегодня жертвуют людьми, а мы жертвуем деньгами. Так вот деньги еще можно заработать обратно, а жизни не вернешь. В этом вся проблема. Поэтому честь и хвала великому украинскому народу и еврейскому народу, который на передовой защищает наши ценности. Вот это очень важно. Поэтому, вы знаете, возмутительно. Я вот вчера буквально слышал этого Керби Балбеса, представителя Белого дома, который говорит, мы осуждаем то, что в России используют северно-корейские ракеты. Да плевать тебе, какое осуждение. Слушайте, а Васька слушает, да ест. Вы понимаете как? Ну сколько можно осуждать? Да дайте Украине, что она просит. И все. И Украина не просит солдата иностранного. Никогда. С первого дня. Украина говорит, дайте нам оружие. И не связывайте нам руки. Мы знаем, что делать. Ракеты Атакамсы радиусом 300-500 более километров. Самолеты F-16. И, конечно же, ПВО Патриот. Вот это очень важно. Причем этих патриотов должно быть не менее 200. Покрыть всю Украину можно. Вы знаете, я вам скажу одну очень важную вещь. Ведь эти патриоты не просто отдали и забыли. Эти патриоты, да, системы противостояния обороны, они были разработаны еще в 80-е годы. А вот в Украину они поступили только в апреле прошлого года. И в мае уже, благодаря этим патриотам, украинские солдаты смогли сбить уже первые кинжалы. Эти восхваленные Путиным эти кинжалы, несбиваемые, сверхзвуковые. А вот тебе, вот сегодня уже несколько сот этих кинжалов сбито. Сбиты и продолжают сбивать этим патриотами. Причем это не просто патриоты. Американцы учатся. Они, знаете, вот помогая украинским солдатам применять патриоты, они в то же время изучают, приспосабливают к тем сверхзвуковым ракетам крылатым, которые Россия использует в Украине. И вот представьте себе, что с мая прошлого года, по сей день, уже патриоты усовершенствованы. Таким образом, что изучая полеты вот этих кинжалов, уже внесены изменения в эти патриоты по ходу, с целью повышения точности и мощности. Эти патриоты способны сбивать и ракеты, и, конечно же, беспилотники. Им нет равных.